Ирина Сточинская Мама – пианистка, папа – дирижер. Музыка в ее жизнь пришла еще до появления на свет. Мама как раз мне рассказывала, что она выступала с духовым оркестром. Этот концерт транслировали даже по союзному на тот момент телевидению. Она была беременной мной на шестом серьезном месяце. Поэтому музыка, наверное, я с ней родилась. В четыре года Ирину отвели в Гнесинскую школу, потому что девочка грезила музыкой. Еще бы в такой-то семье. Сначала было фортепиано, потом блок флейта. И, наконец, флейта – инструмент, без которого сегодня Ирина Сточинская себя просто не представляет. Я помню какие-то детские воспоминания, что я видела где-то флейту в магазине инструментов. Безусловно, я видела флейту в оркестре и на концертной эстраде. Но в итоге все так дороги привели к флейте. Это абсолютно мой инструмент. Еще в студенчестве Ирина уже покорила своим творчеством «Мировые музыкальные вершины». Сегодня она сама преподает и ведет активную концертную деятельность совместно с ведущими музыкантами Земли. В Чите Ирина участвует в трех концертных программах. В рамках фестиваля «Ступени мастерства» проведет мастер-классы для местных музыкантов и студентов. Конечно же, очень большая ответственность – это мастер-классы, передача своего опыта. Я как преподаватель вуза очень бережно как раз отношусь к своим студентам. Есть одна встреча. И за эту встречу нужно вдохновить. Я имею в виду личная встреча мастер-класса. Направить, может быть, в то или иное русло профессиональное. Сегодня фестиваль открылся программой «Классическое наследие России». 22 января состоится концерт «Вивальди в городе». Я буду первый раз играть «Времена года». Изначально написано для скрипки и камерного оркестра. Я очень жду этого концерта, потому что возможности продемонстрировать блеск вот этих феоритур и шестнадцатых на флейте, мне кажется, это должно очень хорошо прозвучать именно с народным оркестром. И в этом же концерте у нас будут «Времена года» астерапицолы. Как бы аркой мы делаем такое сочетание. Третий концерт с участием Ирины Сточинской состоится 23 января. Танго-опера «Мария из Буэнос-Айреса». Зрители ждут сюрпризы, которые пока музыканты предпочли не раскрывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова